Всем привет, друзья! Мне часто задают такой вопрос. Здравствуйте, мне 12 лет, я подросток и хочу пойти заниматься в зал. Можно ли мне работать с весами? И догадайтесь, что я отвечаю. Я говорю, нет, мальчик, иди лучше кашку покушай. На самом деле я говорю всегда, что до 16 лет даже не пытайтесь брать в руки тяжелые там гири, штанги, потому что вы испортите свое здоровье. А почему испортите? Сейчас мы это все подробненько разберем. Мышцы у мальчиков не такие, как у мужчин, потому что до 12 лет не началась еще гормональная перестройка, и в мышцах много воды, мало белков, жиров и микроэлементов. Именно поэтому мышцы ребенка быстро устают, и они не способны вообще выдерживать большие нагрузки. К тому же еще растет организм, и если использовать большие веса, то этот рост может затормозиться. Это никому не надо, согласитесь. В межпозвоночных дисках ребенка, подростка, да, тоже очень много влаги, и поэтому вертикальные нагрузки на позвоночник могут образовать грыжи межпозвоночные и так далее. Так что тренировать мышечную силу нужно только с 12 лет, и то прибегнув к двум основным правилам. Первое, укреплять мышцы нужно только со своим весом, как говорят спортсмены, без отягощения, то есть без всяких гирь, штанг и остальных железячек. О гирях и штангах вообще не думайте даже до 16 лет, а с ними заниматься только можно после 16 лет под руководством тренера, потому что все новички делают огромные ошибки, и потом очень серьезные травмы происходят в плечевом суставе, в позвоночнике и так далее. Вам это не нужно. Что касается гантелей, как говорят, утверждают медики, что мальчик где-то 14-15 лет может использовать такие утяжелительные гантели, где-то 1-1,5 килограмма, и то он не может использовать их, ну и делать упражнения вертикально, он должен лежать, то есть горизонтально выполнять эти упражнения, чтобы не было нагрузки на позвоночник. Иначе позвоночник может деформироваться. Ну что же, теперь дам такие несколько советов. Нужно сначала в подростковом возрасте, где-то в 14-15 лет, отжиматься, подтягиваться, ну все делать со своим весом. Для подростка лет 14 нормально подтягиваться где-то 4-5 раз, это вполне нормально, но если парень в 15 лет может подтянуться 20 раз, то он может уже работать с отягощениями, тогда никаких проблем нет. То есть если вы подтягиваетесь больше 20 раз или 20, то вы накидываете на себя портфель, либо что-то и тоже подтягиваетесь с грузом. Все по плану. Второй совет это тренироваться нужно через день и чередовать разные группы мышц. Следующий очень важный аспект, по моему мнению и по мнению всех остальных атлетов, это питание. В питании для вас, подростки, никаких ограничений нет. Как говорит доктор медицинских наук, можно есть в 2 раза больше, чем папа ест. То есть папа съел одну порцию, вы съели две порции. Можно подросткам есть 3,5 тысячи калорий. Так сказал доктор, так не я говорю. Это объясняется тем, что у детей 13, 14, 15 лет имеется наивысшая потребность в калориях, в энергии для продолжительного роста. Вам нужно расти быстрее, быстрее, быстрее. Для этого нужно есть много калорий. Что касается набора массы, либо наоборот похудения, вы можете посмотреть на моем канале, там есть видео. В этом видео я не буду об этом говорить. И последний очень важный пункт. Для подростков никаких анаболиков и стероидов. Знаете почему? Потому что нарушается гормональный фон, все нарушается в организме и, возможно, парень не будет иметь детей в будущем. Ну а в конце, что я могу сказать? Я всегда призываю людей к спорту, к здоровому образу жизни. Для этого этот канал и создан. Мотивировать вас, побуждать вас заниматься спортом. И тогда у нас будет здоровая нация, здоровые молодые ребята. Потому что сейчас просто все портятся, курят уже в первом классе, бухают и так далее. Это очень и очень плохо. Мы должны это все изменять. Чтобы наше поколение следующее не было таким отфратным, как это. А так, спасибо за просмотр. Покажите это видео своим друзьям. Поставьте лайк. И увидимся в следующем выпуске. Пока, пацаны.